всем привет меня зовут молчанов павел это fatar.ru и мы продолжаем нашу серию про объектив посвященную видео объективом от компании samyang и сегодня мы поговорим про 75 миллиметров т1 и 9 погнали 75 миллиметров на мой взгляд очень удобное фокусное расстояние то есть она чуть-чуть не доходит до классического портретного фокусного но все равно несмотря на это вы получаете красивое размытие вообще в целом не было вот ну мне нравится и цвет который дает этот объектив к сожалению есть момент с автофокусом он не такой точный как при работе с оригинальными объективами но в целом это ожидаемо и это касается абсолютно любых производителей здорово что линейка сам ян кинообъективов автофокусных имеет одинаковый форм-фактор то есть я сейчас сменил один объектив на другой и мне ничего не нужно делать со стедиком я люблю работать с большими фокусными расстояниями потому что они позволяют ограничить угол зрения и акцентировать внимание зрителя как полем зрение непосредственно самого объектива так и глубиной резкости чем больше фокусное расстояние тем меньше глубина резкости еще один интересный момент вы можете сейчас на видео наблюдать как фокус переходит плавно от книги к лицу модели и происходит это не только лишь по причине что только сам объектив так работает в камерах sony есть настройка которая отвечает за скорость перемещения автофокуса от одной точки к другой и вот она мне здесь стояла на своем среднем положении подобный эффект выглядит в кадре всегда более интересно плавно и натурально освещение здесь мы используем достаточно стандартная по своей мощности и по насадке но не совсем стандартная по положению приборы меня находится слева от камеры и светит на модель теплым светом таким образом что создается ощущение что свет на модель распространяется нет какого-то дополнительного прибора а вот каких-то ламп похожих на те которые находятся за ней и таким образом картинка выглядит более естественно и натурально как будто бы в нее никто не вмешивался единственное что я допустил одну очень большую ошибку при съемке из-за плеча модели как бы сзади когда ее обошел и начал снимать интенсивность света от лампы которая находилась рядом с ней была совсем незначительная и все освещение на книгу попадала от окна которая располагалась за моей спиной и баланс белого просто никак не сходится с тем который по идее должен был быть если вы не смотрели наши предыдущие ролики посвященные системе этих объективов то скажу вам что они абсолютно одинаковые по весу они 280 грамм 58 миллиметров фронтальное колечко для фильтров бленды никакой встроенные нет бленду можно использовать только которая вкручивается что на мой взгляд не очень удобно впереди светодиод расположен который горит красным в момент записи зеленым он горит в момент не записи такой же светодиод находится с левой стороны на объективе то есть вы можете тоже контролировать пошла запись или нет и опять же байонетное кольцо иди на объективе с контактной группой для подключения интересных девайсов относительно характеристик внешних также стоит добавить что объектив сделан не полностью из металла частично из металла частично из пластика кольцов фокусировки с гребенкой что позволяет вам не использовать какие-то дополнительные хомуты при подключении внешних фоллоу фокусов с левой стороны находится переключатель м1 м2 и кнопочка которая по умолчанию отвечает за переключение между автоматическим фокусом либо ручным либо слежение тумблер м1 м2 в положении м1 вы управляете фокусом в положении м2 вы переключаетесь на работу с диафрагмой если вы хотите как-то перепрограммировать эти кнопки либо тумблер вам для этого нужен land station который докупается отдельно либо вы обращаетесь к дистрибьютору к официальному поставщику объективов сам янг и вам это все помогут сделать мдф этого объектива 69 сантиметров что наряду с 9 лепестковой диафрагмой позволяют получить такое качественное красивое боке плавное без каких-то сильно заметных искажений краю кадра что положительно влияет на съемки крупным планом при полностью размытом фоне хроматической аберрации на бликах отсутствует что на мой взгляд также является положительной характеристикой линзы этот объектив обладает самыми впечатляющими характеристиками относительно резкости максимальную резкость вы получаете уже с диафрагмы 2 и 8 до 11 дальше она падает а вот момент касающийся дыхания фокуса здесь уже превращает этот объектив практически в зум по заявлению 11 7 процентов мы получаем дыхание фокуса от компании по факту 24 процента и это очень много но с другой стороны необходимо учитывать что достаточно редко вы находитесь в таких условиях съемки где вам нужно изменить фокус от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности конечно же стоит учесть что наши измерения отличаются от того как измеряет это все компания сам янка они это измеряли от метра и до бесконечности мы измеряли от mdf и до бесконечности винетирование этого объектива достаточно слабо выражена из диафрагмы 32 практически полностью пропадает что касается хроматических аберрации они здесь присутствуют но полностью уходят диафрагмы 5 и 6 что опять же для длиннофокусных объективов и светосильных но это вполне себе допустимый показатель максимально подробные оптические тесты этого объектива вы найдете по ссылке в описании переходите все максимально подробно и классно рассказано а сейчас я вам покажу другие кадры снятые на этот объектив снимая боксера практически все кадры были сделаны на 35 миллиметров в один момент я поставил 75 для того чтобы крупно снять намотку бинтов на руки но я столкнулся с тем что все равно 75 миллиметров для прям крупные динамичные съемки достаточно сложно использовать потому что в кадре постоянно происходит какое-то изменение зрителю сложно за этим наблюдать единственное что можно как это можно исправить это использовать замедленное воспроизведение то есть но снимать в рапиде в целом ролик съемки боксера получился очень интересный поэтому обязательно зайдите и посмотрите этот обзор я сам очень люблю работать с крупными планами героев и в одной из наших съемок для того чтобы добиться такой максимально интересные картинки я не подходил ближе или дальше к объекту съемки главному герою а использовал большее фокусное расстояние и вот несколько красивых кадров мне удалось снять как раз таки на 75 миллиметров издалека крупный план лица танцора для того чтобы показать максимальную экспрессию ну и вообще заявить героя несмотря на то что герой постоянно в кадре перемещался в этот раз объективы не возникло никаких проблем с фокусом хотя с другими объективами на самом деле чаще происходили промахи когда объектив ни с того ни с сего начинал фокусироваться на бесконечность а теперь мы возвращаемся обратно в студию где работали с моделью настей и поснимаем мы сейчас не только видео но еще и фото потому что опять же я люблю подобные фокусные расстояния использовать в портретной фотографии снова изменили локацию продолжаем работать сейчас с большим проболическим софтом 120 сантиметров глубоким классным контрастным целом по свету ничего здесь сложного нет заключением двух на таких моментов на которые стоит обратить внимание первое мне сейчас свет светит мимо модели еще не только для того чтобы у меня на ней свет получился контрастная еще и для того чтобы он не сильно попадал на стену за моделью у нас там есть светильник который как бы создает своим по цветовой своей температуре создает ощущение что как бы здесь тоже нас естественное какое-то такое домашнее освещение из-за того что с правой стороны кадра у нас света никакого нет картинка получается достаточно контрастные чтобы этот контраст снять я использую серебристый отражатель направлен он тоже таким образом чтобы слегка чертить рефлексом кресла и оторвать его от стены мощность у нас сейчас по-прежнему максимальная 450 ватт и еще один момент который чуть-чуть дополняет картинку делает ее немного более интересной поскольку свет на стену на дальнюю меня не падает там есть несколько блестящих фигурок в которых отражается свет из окна который имеет другой баланс белого синий относительно того что мы используем здесь сейчас и тоже вот эти вот цветные блики в расфокусе смотрятся достаточно интересно целом для съемок видео мне этот объектив очень понравился фокусное расстояние вполне себе комфортное то есть мы сейчас работаем в студии порядка наверное 60 или 50 квадратных метров и на 75 здесь вполне комфортно снимать конечно же горизонтальные общие планы не всегда получится сделать но средний крупный план кайф теперь мне интересно посмотреть как этот объектив покажет себя в фотографии поскольку это автофокусный объектив и использовать его можно как фото так и видео везде это должно быть комфортно и удобно опять же из-за того что он разработан для видео скорее всего у него не очень высокая разрешающая способность то есть наверное 4к это потолок мы сейчас будем снимать на камеру с большим разрешением 60 мегапикселей посмотрим что он покажет нам на картинках целом объектив показывает себя неплохо но на 60 мегапикселях конечно видно что его разрешающая способность не такая высокая если ваша камера снимает условно там 24 мегапикселя я думаю что вам вполне хватит этой резкости для видео так тем более по цвету я не заметил каких-то сколь серьезных искажений мне кажется что он чуть-чуть теплит но опять же в целом не могу сказать что это критично единственный момент который я заметил по сравнению с оригинальным объективом не оставила до этого диафрагма 18 выставив 18 здесь картинка у меня получилось светлее причем примерно может быть на пол ступени может на две трети ступени то есть но действительно ощутимо с чем это связано сказать сложно возможно на оригинальном объективе просто больше как-то винетирование проявила себя или еще что-то не знаю но факт реально на пол ступеньки примерно в картинку пришлось затемнять относительно автофокуса его скорости и точности для видео могу сказать что она приемлемо опять же не так быстро как работают оригинальные линзы но вполне себе работает были промахи причем были непонятно с чем связаны то есть какой-то момент этот автофокус просто уходил куда-то в бесконечность и секунд через там две три возвращался обратно действительно ясно с чем это связано фотографиях пару кадров было с промахом фокуса в те моменты когда модель поднимала сильно голову ну то есть глаза переставали считываться может быть это связано с этим в целом по скорости каких-то претензий особых нет но особенно если мы берем в учет цену этих объективов заключение хочу отметить что из всех объективов которые мы протестировали на данный момент из серии сам янг видео автофокусных киношных объективов этот обладает самыми наверное впечатляющими оптическими характеристиками и работать с ним не понравилось ну наверное еще и по причине того что я в принципе более расположен к работе с длиннофокусными линзами мы ждем что дальше компания сам янг выпустит из этой линейки если вам интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки вопросы задавайте в комментариях всем пока